И на продолжение информационного блока будем спелкуваться с гостем студии Мирский глава Борис Филатов у нас сегодня. Доброго вечера, добрый вечер. А я вот начну с конца запланированного мною списка вопросов. У нас год фактически до местных выборов. Ну, я думаю, что они будут по плану, досрочные, наверное, уже не состоятся. Фактически старт выборной кампании, если уже не сегодня, то там ближайшее время. Пойдете? Ну, я скажу так, что да. На самом деле, я все время думаю об этом. И я все время подчеркиваю, что на своем посту я себя не чувствую сильно счастливым. Не потому, что у меня не получается или, наверное, есть какие-то проблемы, а я привык жить чуть-чуть совсем по-другому. Мы же с вами давно знакомы. Еще с тех времен, когда я был на 9-м канале журналистом, помните, и телефильмы, которые я снимал и показывал на любимом 9-м канале. То есть тогда я чувствовал себя свободным человеком. А сейчас, конечно, ограничен серьезно рамками своей чиновничной деятельности. Но я хочу закончить начатое. Все-таки дождаться, когда в Днепре будет новый аэропорт, закончить метро. Поэтому буду баллотироваться. Тем более, опять же, социология показывает, что у меня есть не просто хорошие шансы, а все шансы победить в будущей предвыборной гонке. А какая социология? Кто сегодня проводит это? Местная? А это я делаю для себя. И скажу так, что я не хотел бы обнародовать. Почему? Потому что, наверное, это будет где-то так. Манипуляция общественным мнением или подготовка общественного мнения. Ну зачем? То есть я думаю, что если мы поговорим о социологии, то, наверное, лучше говорить о городских проблемах, как видят их люди. То есть рейтинги – это такое дело, оно наживное. Сегодня они меньше, завтра больше. То есть, так сказать, кандидаты меняются местами. А как видят люди? Откуда вы знаете, из каких источников, как видят люди результаты вашей работы? Ну смотрите, мы проводим в том числе фокус-группы. То есть опрашиваем. Понятно, социология – это точная наука. То есть это не манипуляция какими-то данными, это точная наука. И соответствующая делается выборка обязательно. Поэтому, что меня, я вам скажу, начинает радовать сейчас. То есть люди видят, что в сфере благоустройства идет значительное улучшение. Естественно, есть ошибки, есть какие-то скандалы, есть затянутые сроки работ. Но кардинально я вижу, что порядка 61% жителей города, они видят улучшение в сфере благоустройства. И что меня еще особенно радует, что количество людей, недовольных общественным транспортом, начало сокращаться. То есть если я помню по прошлому году, ну серьезную проблематику, там где-то порядка 40% жителей города наблюдали, то сейчас, естественно, не все хорошо, но тем не менее люди видят улучшения. И даже в том числе в сфере маршрутных перевозок, которые уже всем набили оскомину, но тем не менее люди видят и автобусы большой вместимости. То есть эти изменения видны. Не так, конечно, как бы хотелось, но динамика есть, и в городе эту динамику видят. Но тем не менее мы всегда сверяем часы, потому что это правильно. То есть социология показывает, куда городской власти нужно обратить внимание. И я вам скажу так, это не только социология, но и результат приемов граждан, результат встреч с людьми, дворы, внутриквартальные дороги. Это наш приоритет будет на следующий год, и именно на это городская власть будет обращать основное внимание. Ну хорошо, а о том, что там, чем недовольны в городе, вам говорят, вы слышите? Вы, например, слышите там, как гудит город по поводу платных парковок? Да, я слышу, как гудит город по поводу платных парковок. И более того, я вам скажу, ко мне уже приходило несколько депутатов. Но, смотрите, я вижу систему чуть-чуть более верхового уровня. Естественно, очень часто люди возмущаются по поводу того, что непосредственно у их офиса, или их дома, или условно в той локации, где они прибывают, расчертили так называемыми синими линиями, сужают проезд, и нужно вот убрать у нас, а у соседа пусть остается. Я бы рассматривал платные парковки больше не как инструмент, условно там, пополнение городского бюджета, хотя мне говорят, что вот, мы на 12 миллионов пополнили городской бюджет, но я вам скажу, по сравнению с бюджетом в миллиарды гривен, 12 миллионов не имеет большого значения. Платные парковки в первую очередь нужно рассматривать как инструмент регулирования транспортных потоков. То есть давайте от обратного. Но мы все должны осознавать, что в любом случае этот вопрос необходимо урегулировать. То есть потому что, к сожалению, наши граждане, если у них не будет инструмента принуждения их парковаться, даже через гривну, они будут бросать на тротуарах свои автомобили, на трамвайных путях, по пути следования общественного транспорта. Поэтому, конечно, как в любом процессе, абсолютно всегда есть эксцессы, и в том числе, вот приходили ко мне недавно депутаты, жаловались, говорят, что люди возмущаются. Я вижу это в Фейсбуке. Я говорю, давайте собирать информчасы, давайте собирать недовольные, давайте объяснять. Это, знаете, такая же проблема, как с тарифом на тепло на левом берегу. Там не объяснять, там менять надо. И менять, и объяснять. Огромное количество нарушений. Где-то, смотрите, где-то наказывать виноватых, но при этом давайте все-таки от обратного. То есть, все равно регулирование парковочных мест в городе необходимо, и это нужно делать. Но у нас, как говорил когда-то классик, хотели как лучше, а получилось как всегда. Я не буду называть ваших коллег, но я вам скажу так, что они даже на одном из телеканалов, напротив него, тоже сделали платную парковку. А когда звонят журналисты и ругаются, я всегда очень... Но вопрос будет решен, то есть, будут изменения в ближайшее время по этой теме к лучшему в законодательном, естественно. Естественно. Я могу сказать единственное, что в этой истории, да, в этой истории мы обязаны коммуницировать с территориальной громадой и объяснять. У многих чиновников, почти у всех, когда они попадают в свое кресло, у них происходит деформация сознания. То есть, они считают все, они получили в свои руки власть, и они что хотят, то и делают. У вас тоже произошло? Нет, у меня нет, у меня же избирательная должность, понимаете. То есть, в отличие от тех, кто получает власть административным путем, в том числе, которую я делегирую, у меня должность выборная. Поэтому мне в любом случае надо... Мне кажется, там стираются развитием. Не-не-не, мне в любом случае надо обращать внимание на настроение людей. Хотя, вы же понимаете, город это сложный социальный механизм. То есть, всех счастливыми и довольными сделать невозможно. Хорошо, тарифы упомянули, там воззвали. Филатов, выходи, да? Один из главных лозунгов было, приехали, не приехали, не приехали. А вы обратили внимание вообще, кто стоял под горысполкомом? Ну, там не только у горысполкома, да? Ну, смотрите, знаете, что меня поразило на самом деле? То есть, я понимаю, что люди возмущены, и мы вернемся к этой теме чуть позже. Но меня поразило, что сегодня возле горысполкома стояло, наверное, 80% пожилых людей. И как мне докладывают, в том числе сотрудники Департамента внутренней политики, и в том числе журналисты туда выходили, подавляющее большинство людей, которые там митинговали, они вообще получают субсидии. То есть, я не хочу как бы сейчас этот скандал пытаться как-то снивелировать, но те люди, которые привели граждан под горысполков, вместо того, чтобы объяснить им, что вне зависимости от того, какой у них будет тариф, они все равно получают субсидии, а не субсидианты. То есть, они фактически стариков ввели в заблуждение, исходя из какой-то своей политической целесообразности. Теперь возвращаясь к этому скандалу. Молодым некогда стоять, а не деньги на оплату зарабатывать. Смотрите, ситуация очень простая. Опять же, это как с парковками отсутствие коммуникации. То есть, грубо говоря, мэр должен выходить в эфир и отбрехиваться за своих собственных подчиненных. То есть, что получилось? В действительности, в городе у нас должен быть только один тариф. Его утверждает национальная комиссия НКРИЕ, и он порядка там полутора тысяч гривен, 1470-1440. Тепловики, вместо того, чтобы объяснять людям до этого достаточно долгое количество времени, почему это происходит, они просто пошли, переключили краны. И теперь людям кажется, что на самом деле людоеды из городской власти взяли их, отключили от дешевой Приднепровки и переключили к дорогим коммунальным предприятиям. Но, а, тариф на самом деле утверждает НКРИЕ в Киеве. Б, тариф рассчитывается, исходя из экономических показателей. И, в, когда Приднепровка заявляет, что она готова вернуться к подключению к Приднепровке, она только забывает сказать, что тариф там 800 с чем-то гривен, или 780, там, кстати, еще разница в 100 гривен. Это тариф на выходе. Никто не говорит о том, что нужно 38 километров гнать это тепло по трубам. Кто за это все платит? Кто платит налоги, кто платит расходы, кто платит зарплаты и прочее, прочее, прочее. А на самом деле, знаете, кто это платит? Жители города. Потому что разницу в тарифах, которая была ниже сейчас в два раза фактически, покрывают все налогоплательщики городские. Ни Филатов, ни Лысенко, ни его подчиненные, а все городские налогоплательщики, которые из своего кармана каждый месяц доплачивают Приднепровке 12 миллионов гривен. В отопительный сезон это получается порядка 60 миллионов. Я понимаю тех людей, которые жалуются и говорят, что люди, в первую очередь, думают о собственном кармане. Но если мы говорим по-честному, по-справедливому, то фактически весь город доплачивал Приднепровке по 60 миллионов гривен за жителей Клочкотом и Березинки. То есть там вопрос так и останется, тариф у них будет такой же, как в городе? Тариф будет такой, как в городе, когда, опять же, я говорю, что этот тариф утверждает НКРЭ. То есть не я его придумал. То есть его рассчитывается... Просто те люди, которые поднимают, в том числе, митинговей, пытаются перекрыть дороги и прочее, это одни из депутатов городского совета, которые просто не очень любят филатов. Но с себя вины я не снимаю и со своих подчиненных, что вместо того, чтобы людям это объяснять предыдущие несколько месяцев, они просто всех поставили перед фактом. А теперь я должен ходить к вам, в другие телеканалы и объяснять, почему это произошло. Но вы должны, но... Я понимаю, потому что у меня выборная должность. Буду торопить, потому что времени мало. Вы упомянули метро и аэропорт. Хочу достроить, дождаться, сказали вы, аэропорт, и достроить метро. То есть в возможный второй срок все эти объекты в Днепре будут. А что значит дождаться аэропорта? Ну вот смотрите, сейчас вроде бы как вы дождались. Опять же, я пока не хочу говорить, я пока не увижу бюджет во втором чтении, уже проголосованы Верховной Радой. Вроде бы как нам дают миллиард. Ну не нам, а Государственному агентству по инфраструктуре, на проектирование, и в первую очередь работ по аэропорту. Все сейчас хотят с этой темой пропиариться, депутаты пишут в Фейсбуке. Мы добились, дай Бог. То есть это было личное обещание президента, когда мы встречались с ним в аэропорту, территориальной громадой. Вроде бы как этот миллиард запланирован в бюджете. Ну пусть депутаты за него проголосуют. То есть когда мы это увидим уже заголосовано, тогда будем радоваться. Это же только проектная документация. Ну смотрите, проектная документация условно там 200, все остальное на первый этап работ. Но я думаю, что как бы если раскопают, начнут осваивать, уже дальше государство никуда не денется, оно будет это естественно дофинансировать. Естественно в миллиард никто не влезет. То есть, ну давайте хотя бы начнем. Лиха беда начала. С метро все в сроке. Смотрите, с метро у нас после моста все сразу стали метростроителями. И все знают, как бурить, как взрывать, что делать и все остальное. Я вам скажу так, вот я всем привожу простые примеры. Компания Лимак построила самый крупный аэропорт в Стамбуле, который недавно открыли. Компания Лимак построила грузовой порт в Измире. Компания Лимак построила железнодорожный вокзал в Анкаре. Туннели в Курдистане, в Катаре грузовой терминал. То есть это компания, которая мировым именем. Поэтому, когда приходят все новые наши метростроители, условно в кавычках, особенно в соцсети, и говорят, что-то там не так делают, или не туда бурят, или не вовремя. Ну я просто не хочу спорить. Пусть они сделают лучше. Или основят компанию, которая по всему миру многомиллиардные инфраструктурные проекты делает. Пусть сделают лучше. Но у нас просто все сейчас специалисты. На общежитие повлияло метро или жилые застройки? Смотрите, на общежитие повлияло все. Когда пытаются найти виноватых, условно, жилая застройка, ленточный фундамент, грунты или метро, или какие-то работы и прочее. Любая подобного рода история, условно, естественно, слава богу, что она не закончилась, не дай бог трагически. Ну, допустим, приведем историю, например, с Тополем. Всегда, всегда помнят. Любая аварийная ситуация, она связана с комплексом разных неблагоприятных факторов, которые совпадают во времени и совпадают в совокупности. Поэтому там связано все. Ну, давайте же не забывать, у нас вот эти так называемые линзы, в которые проваливаются машины, они же по всему центру на горной части возникают постоянно. То есть это постоянная проблема. Это проблема в том числе геологическая и проблема в том числе связанная с изношенностью жилого фонда. В том числе на это проблема наслоилась на изменение погодных условий. Ну, давайте же будем объективно говорить. Ну, можно, конечно, этого не замечать, но то, что погодные условия поменялись на нашей памяти, ну, так сказать, во время нашей жизни, это видят все. Я задавала этот вопрос специалистам. Когда вот раздаются разрешения на застройку новых домов, делается какая-то экспертиза, не геологическая просто, а новая, последняя. Ведь там есть ямы, там есть канализации, которые куда-то текут, куда-то изменяются. Это происходит с течением времени сегодня, в том числе и метро там влияет. То есть нужна экспертиза сегодняшняя. Ее делают новые застройщики, там целый жилой массив, например, вырастут. Нет, конечно, мы это все требуем. И я вам скажу, у меня постоянно есть скандалы застройщиками, они выходят в паблик. То есть застройщики о чем думают? Они думают о том, как заработать деньги. Ну, по большому счету. Построить больше, продать дороже, положить себе в карман. При этом мы постоянно требуем от них наличие проковочных мест, соблюдение этажности. Они постоянно пытаются подменить какие-то вопросы, связанные с корректировкой проекта. Ну, как бы доходит иногда до того, что просто в результате мы им не присваиваем адреса. А они потом приходят и говорят, что мы же вам продали квартиры. Мы-то так вам людей выведем под мэрию. Поэтому это такое постоянное, как вам сказать, перетягивание канатов. Но я не хочу пугать, но я вам скажу так, что в следующем году мы вообще планируем в ареале, скажем так, условно там, бывшая Фурманова, Карла Маркса, Гагарина, вообще проводить экспертизу, связанную вообще с ситуацией, как бы геологической, на этой территории. Ну, то есть нет, как бы ничего страшного. То есть самое главное, не переврали нас и правильно поняли, то есть никто никуда не уедет, ничего. Но эти риски уже сейчас надо просчитывать, потому что есть сложности на этой, как бы территории, связанной с состоянием грунтов. Так, что сегодня с вашим замом? Он на работе уже? Смотрите, зам сейчас находится, условно, в городе. То есть он не сидит где-то. Да, как бы он в настоящий момент находится на больничном. То есть вся эта его история, ну, зам Михаил Лысенко, то есть давайте же называть его своими именами. То есть вся эта история где-то, наверное, и подкосила его здоровье. Но я диагнозы, опять же, не собираюсь однородовать в телевизоре. Но он нигде не прячется. И я думаю, что в ближайшее время, буквально в понедельник, он выйдет на свое рабочее место. То есть, по крайней мере, он находится в коммуникации со всеми своими подчиненными. Вот такого плана. А на какой сегодня стадии вот эта тема с общением с президентом, с пари, чем закончилась? На сегодня для вас? Никто не знает. То есть я так понимаю, что у президента, наверное, появились другие приоритеты. Вот вчера он был в Харькове. Ругал мэра за то, что на заводе имени Малышева холодно. Только я не понял вообще, где мэр, а где государственный завод. И почему Кернес виноват, что на государственном заводе холодно в цеху. Но вы документы передали по месту? А смотрите, с документами проблема. Говорили, что нет. А смотрите, а как мы можем передать документы, то есть, знаете, нас как сделали с заложниками. То есть нам говорят, вы передайте документы, но только документы изъяла прокуратура, а, соответственно, прокуратура их не отдает, а вы отдайте документы, но они при этом в прокуратуре. А где я теперь возьму? Ну хорошо, копии документов вы же можете... Нет, копии... Смотрите, ну по копиям документов подобного рода инфраструктурные проекты их, так сказать, не вводят в эксплуатацию. Поэтому пусть прокуратура либо отдаст документы в Государственную архитектурно-соединительную инспекцию, либо отдаст их нам, и мы как заказчик передадим ее дальше, как это просят. Вот так вот. А так не получится, что вы отдайте документы, но при этом документы забрали в прокуратуре, а прокуратура их держит у себя где-то там, не знаю, в сейфе. И мы все вот так ходим друг за другом по кругу. Мы, подрядчик, ГАЗ, прокуратура, и все друг у друга ищем документы. Поэтому мы же все прекрасно понимаем история, как она вообще с мостом развивалась, кто в принципе президента ввел в какой-то степени в заблуждение. Кстати, я могу сказать, сегодня президент подписал приказ об увольнении начальника СБУ области, господина Лейникова. Это вот тот человек, который стоял возле моста и докладывал президенту в темных очках о том, как на мосту все украли. То есть сегодня он уже лишился должности. То есть я сижу в своем кресле, Лысенко сидит на своем рабочем месте, а господина Лейникова сегодня уволит. Поэтому подождем, время все лечит. Так, что по бюджету, я слышала очень, знаете, я скажу честно, я, наверное, буду в числе тех 40%, которые недовольны транспортной темой в Днепре, и слышала ваше заявление о том, что победа лишится в очередной раз чего-то, да, если не, если там где-то заберут сверху, заберем у победы. Я вообще считаю, что победу, я не знаю, кто-то проклял в плане транспорта. Я не знаю, что победу прокляли в плане транспорта, дорогу делают, тротуар делают. Дорогу видели во время дождя. А вы представляете? Во время вот этого дождя. Никогда такого не было, когда были ямы, никогда не было такого количества воды на вновь отремонтированной дороге. То есть вы предлагаете вернуться к старой истории, когда чтобы были остались ямы? Я хочу спросить, почему так? Смотрите, так это, еще раз, количество осадков увеличится, мы об этом говорим. А во-вторых, ну вы вообще видели зеркало этой дороги, то есть до какой степени она большая? То есть если вы хотите, ну мы, конечно, можем начинать делать в том числе с условно там ливневками, коллекторами. Нет, там со стоками все в порядке или нет? Так, а у нас на Фрунзенском стоков нет даже. У нас целый жилмассив на Фрунзенском построен вообще без ливневой канализации при советской власти. Для того, чтобы сделать коллектор под Донецким шоссе в ценах 2013 года, ну это, наверное, 300 миллионов гривен. Для того, чтобы сделать водопонижение в НД районе, который находится на полтора метра ниже уровня Днепра, и там постоянно происходит подтопление, ну, наверное, надо несколько миллиардов. Поэтому, ну... То есть на ливневке денег нет, поэтому там будет заливаться? Так, а у нас нет денег вообще ни на что. Что с бюджетом? У нас их и не будет? Ну, у меня самый пессимистичный прогноз. Почему? Ну, потому что я вам скажу так, если будет принят бюджет в том, в той редакции, которая есть сейчас, по всей стране минус 160 миллиардов гривен. В Днепре, ну, по нашим оценкам, от минус полутора до минус двух. Вот так. Поэтому, как бы, ну, знаете... У вас ответов нет, как решать эту проблему? С бюджетом? Да. А, смотрите, я же... Вы были на встрече. Я был на встрече, и только сегодня я приехал к вам в эфир, я встречался с вновь назначенным министром здравоохранения Зарианой Скалыцкой. Тоже обсуждал, что у нас субвенция на финансирование медицины государственной, она заложена только на первый квартал. То есть 1 апреля мы не знаем, где нам брать деньги для того, чтобы доплачивать. Потому что государство обрезает финансирование. Нам говорят, ну, вот с 1 апреля вы все перейдете на контракт с НЦЗУ, и там будет все хорошо. Поэтому, как бы, смотрите, ситуация очень простая. Следующий год, это год максимально больших выплат. Отдавать долги. Отдавать долги. МВФ особо деньги не дает. Тем более в истории с приватбанком. То есть правительство, оно не объясняет, каким образом будет разрешаться ситуация с ренационализацией приватбанк. Соответственно, где взять деньги? Ну, у кого они есть? А где деньги есть? Ну, давайте посмотрим. У местного самоуправления. Давайте у них отнимем, положим их в бюджет. По крайней мере, в новом проекте бюджета я не вижу ни поднятия пенсии, ни решения вопросов тарифов, ни повышения зарплат, ни роста ВВП на 40%. Не вижу там миллиона создания рабочих мест. То есть бюджет, наверное, правильный. Он честный. Как бы, ну, только то, что обещалось полгода назад во время выборов, в бюджете этого ничего нет. А коротко можете сказать, кто виноват? Вот кто виноват? Ну, вот так вот эмоционально, возможно. Кто в этой ситуации виноват? Смотрите, я же не владею, вернее, я как, я не живу проблемами русской интеллигенции, что виноват. Я живу в парадигме, что делать. Поэтому моя задача... Ну, раз идете на второй срок, значит, знаете, что делать. Задача, что мне надо делать. А кто виноват, пусть люди определяют. Я же во время выборов ни за кого не агитировал. Ни за красных, ни за белых, ни вступал в никакие политические партии. То есть люди выбрали этот состав Верховной Рады. Пусть они с них и спрашивают. За победу тоже в том числе. Потому что при плохом пете мы построили в городе 4 новых троллейбусных маршрута. А при новых лицах, ну, я не знаю, сможем ли мы построить еще хотя бы один. Все. Я должна заканчивать. Ваш любимый 9 канал. Приходите, пожалуйста. Приходите чаще, потому что, я скажу честно, на другие каналы ходите. А к нам... Хорошо. Нет, потому что вопросов остались. Обещают. Да, спасибо. Нашим глядачам нагадаю, у нас у студии Бовмиския Голова Борис Филатов. Дякую за увагу. Залишайтеся на двоятмом канале. До побачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.